Эдгар Аллен По. Сфинкс. Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке я воспользовался приглашением одного из моих родственников провести у него две недели в его уединенном комфортабельном коттедже на берегу Гудзона. В нашем распоряжении были все обычные летние развлечения. Прогулки по лесу, весование с натуры, катание на лодках, рыбная ловля, купание, музыка и книги позволили бы нам провести время довольно приятно, если бы не страшные известия, каждое утро доходившие к нам из огромного города. Не было дня, чтобы мы не узнавали о смерти того или иного знакомого. По мере усиления эпидемии мы научились ежедневно ожидать потери кого-то из друзей. Под конец мы со страхом встречали появление любого вестника. Самый ветер с юга, казалось, дышал смертью. Эта леденящая мысль всецело завладела моей душой. Ни о чем другом я не мог говорить, думать или грезить во сне. Мой хозяин отличался меньшей впечатлительностью и, хотя был сильно подавлен, всячески старался подбодрить меня. Его философский ум никогда не поддавался призракам. К реальным ужасам он был достаточно восприимчив, но их тени не вызывали у него страха. Его старания рассеять мое болезненное мрачное настроение оказывались почти безуспешны, по вине некоторых книг, которые я обнаружил в его библиотеке. Их содержание способно было вызвать к жизни все семена наследственных суеверий, таившиеся в моей душе. Я прочитал эти книги без его ведома, и он поэтому зачастую не мог понять причин, столь сильно действовавших на мое воображение. Любимой темой моих разговоров были приметы и знамения. Веру в знамения я одно время готов был отстаивать почти всерьез. На эту тему у нас происходили долгие оживленные споры. Он говорил о полной беспочвенности подобных верований, я же утверждал, что убеждение, возникающее в народе совершенно стихийно, никем не внушенное, само по себе содержит несомненную долю истины и имеет право на уважение. Дело в том, что вскоре по приезде в коттедж со мной произошло нечто до того необъяснимое зловещее, что мне простительно было счесть это предзнаменованием. Я был настолько подавлен и вместе с тем озадачен, что прошло много дней, прежде чем я решился рассказать об этом моему другу. На исходе очень жаркого дня я сидел с книгой в руках возле открытого окна, откуда открывался вид на берега реки и на отдаленный холм, который с ближайшей к нам стороны оказался почти безлесным, вследствие так называемого оползня. Мысли мои давно уже отвлеклись от книги и перенеслись в соседний с нами город, где царило уныние и ужас. Подняв глаза от страницы, я увидел обнаженный склон, а на нем — отвратительного вида чудовища, которое быстро спустилось с холма и исчезло в густом лесу его подножия. При появлении этого существа я сперва подумал, не сошел ли я с ума и во всяком случае не поверил своим глазам. Прошло немало времени, пока я убедился, что не безумен и не сплю. Но если я опишу чудовище, которое я ясно увидел и имел время наблюдать, пока оно спускалось по склону, читателям еще труднее, чем мне будет в него поверить. Размеры чудовища, которых я судил по стволам огромных деревьев, мимо которых оно двигалось, немногих лесных гигантов, устоявших во время оползня, были значительно больше любого из океанских судов. Я говорю судов, ибо чудовище напоминало их своей формой. Корпус нашего 74-х пушечного военного корабля может дать довольно ясное представление о его очертаниях. Рот у него помещался на конце хобота длиной в 60-70 футов, а толщиной примерно с туловища слона. У основания хобота чернели клочья густой шерсти, больше чем на шкурах дюжины бизонов. Оттуда торчали к низу и в бок два блестящих клыка, вроде кабани их, только несравненно больше. По обе стороны хобота тянулось по гигантскому рогу футов 30-40, призматическому и казавшемуся хрустальным. В них ослепительно отражались лучи заходящего солнца. Туловище было клинообразным и острем направлено вниз. От него шли две пары крыльев, каждая длиной почти в 100 ярдов. Они располагались одна над другой и были сплошь покрыты металлической чешуей, где каждая чешуйка имела в диаметре от 10 до 12 футов. Я заметил, что верхняя пара соединялась с нижней толстой цепью. Но главной особенностью этого страшного существа было изображение черепа, занимавшее почти всю его грудь и ярко белевшее на его темном теле, словно тщательно выписанное художником. Пока я глядел на устрашающее животное и особенно на рисунок на его груди с ужасом и предчувствием близкой беды, которой я не в силах был побороть никакими усилиями разума, огромные челюсти, помещавшиеся на конце его хобота, внезапно раскрылись, и из них раздался громкий и горестный вопль, прозвучавший в моих ушах зловещим предвестием. Едва чудовище скрылось внизу холма, как я без чувств упал на пол. Когда я очнулся, первым моим побуждением было, разумеется, сообщить моему другу все, что я видел и слышал, и я затрудняюсь объяснить чувство отвращения, которое почему-то меня удержало. Но как-то вечером, дня через три или четыре после этого события, мы вместе сидели в комнате, где мне предстало видение. Я сидел в том же кресле у окна, а он полулежал вблизи от меня на софе. Вызванное временем и местом ассоциации побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал меня до конца, сперва смеясь от души, а затем сделался необычайно серьезен, словно не сомневался в моем помешательстве. В эту минуту я снова ясно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него. Мой друг внимательно посмотрел, но стал уверять, что ничего не видит, хотя я подробно описал ему, как оно спускается по оголенному склону холма. Моему ужасу не было предела, ибо я счел видение предвестия моей смерти, или еще хуже, симптомом надвигающегося безумия. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я открыл глаза, видения уже не было. К моему хозяину, напротив, вернулось значительной степени его прежнее спокойствие, и он очень подробно расспросил меня о внешнем виде фантастического создания. Когда я вполне удовлетворил его на этот счет, он испустил глубокий вздох облегчения, точно избавился от непосильного бремени, и с хладнокровием, показавшимся мне жестоким, вернулся к прерванному разговору о некоторых вопросах умозрительной философии. Помню, что он, между прочим, особенно подчеркнул мысль, что главным источником всех человеческих заблуждений является склонность разума недооценивать или переоценивать какой-либо предмет из-за простой ошибки в определении расстояния. Так, например, сказал он, для правильной оценки влияния, какое откажет на человечество повсеместное распространение демократии, непременно следовало бы принять во внимание отдаленность эпохи, когда это распространение завершится. А между тем, можете ли вы указать хотя бы одного автора, пишущего о формах правления, который считал бы этот вопрос достойным вниманием? Тут он на мгновение остановился, подошел к книжному шкафу и достал элементарный курс естественной истории. Попросив меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было разбирать мелкую печать, он сел в мое колесло у окна и, открыв книгу, продолжал почти тем же тоном, что и прежде. «Если бы не ваше подробное описание чудовища», — сказал он, я, пожалуй, не смог бы показать вам, что это такое. Прежде всего, позвольте прочесть вам школьное описание рода «Сфинкс» — семейство Крепускулария, отряд Лепидоптера, класс Инсектора, то есть насекомых. Вот это описание. Четыре перепончатых крыла, покрытых цветными чешуйками с металлическим блеском, рот в виде закрученного хоботка, образованного продолжением челюсти. По сторонам его зачатки жвал и пушистые щупики. Нижняя пара крыл соединена с верхней посредством жестких волосков. Усики в виде удлиненной призматической булавы, брюшко заостренное. «Сфинкс, мертвая голова, иногда внушает немалый страх непросвещенным людям из-за печального звука, который он издает, и эмблемы смерти на его щитке». Он закрыл книгу и наклонился вперед, чтобы найти в точности то положение, в котором сидел я, когда увидел чудовище. «Ну да, вот оно!» — воскликнул он. «Сейчас оно ползет вверх и должен признать вид у него необыкновенный. Однако оно не так велико, не так удалено от вас, как вы его образили. Оно ползет по паутине, которую какой-нибудь паук повесил вдоль оконной рамы, и я вижу, что длина его не более 1,16 дюйма, и такое же расстояние 1,16 дюйма отделяет его от моего зрачка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok